В стенах краеведческого музея школы номер 4 прошло мероприятие, посвященное 15-летнему юбилею станции юных туристов и краеведов. На встрече присутствовали представители администрации, управления образования, Республиканского центра туризма и непосредственно сами юные краеведы. Как рассказывает социальный педагог данного учебного заведения Калимат Костекова, дети должны знать свой родной край, а музей помогает им в этом. Они изучают, естественно, культуру своего народа, правильно? Есть и другая сторона, что они изучают не то, что культуру, например, изучают их горы, реки, моря. Например, у нас один из больших морей, Каспийское море, например, низменности, равнины изучают в этом кружке. Это необходимо. На мероприятии присутствовал заместитель начальника управления образования Мансур Магомедалиев, который поприветствовал гостей и юных краеведов, отметив в своей речи также бывших выпускников станции, преподнесших памятные подарки детям по случаю юбилея центра. Конечно, такая работа нужна, важна, тем более поддержка это спонсорская, наверное, и сейчас наше время очень важное, нужное, и эти люди действительно не хотят, чтобы озвучили их имена, но они оказывают реальную, материальную и духовную помощь в становлении наших юных краеведов и туристов. Хочу, чтобы они тоже стали настоящими людьми, настоящими краеведами и продолжили дела старших товарищей. С приветственной речью также выступил директор школы номер 4 Ахмед Абдулаев, который поблагодарил гостей за визит и произнес напутственные слова в адрес юных участников мероприятия, пожелав добиться успеха в их любом деле. Вы изучаете, и будете в дальнейшем узнавать, кто такое Дагестан, какие его традиции, какие у нас города есть, какие у нас традиции, какие все это, знаете, как интересно, для вас именно участвуют. Далее в продолжении мероприятия выступил представитель Республиканского центра туризма Магомед Дадаев, сказав, что представители Хасавюрта всегда и везде в любых направлениях преуспевают и достигают высоких результатов. У нас была Республиканская олимпиада по краеведению, Хасавюрта выступил, я считаю, что это удачно, и четырех работают две трети месяца, и две, те, которые вышли в финал. Я скажу, что, например, в прошлом году Хасавюртская команда на Республиканской страны по туризму и краеведению, они заняли почетное второе место, а до этого еще и было первое место. Изучение родного края, несомненно, идет на пользу подрастающему поколению. Знать красоту и особенности дагестанской природы должен каждый. Главная задача педагогического коллектива образовательного учреждения – воспитать любовь к родному краю, отметили организаторы в завершении.